Продолжение следует... На две недели у вас свой дом. Только в вашем пользовании. Не надо ни с кем делить ванну или делить тостер. Ничего. Надо. Ноль. Вы хозяйка своих владений. Мой племянник узнал про этот район по компьютеру. Племянник? Миссис Дарби. Он говорит, в этом квартале живут одни чёрные. Производство From Out of Nowhere. Вы правы. Вы правы. Дом в довольно бедном квартале. В основном там чёрные. И знаете, я рад, что вы узнали. Честно. Иначе я бы сделал то, чего потом бы стыдился. А именно, что продал вам этот таймшер. Там вам было бы страшно. Но ещё бы не было. Конечно, было бы. Было бы. Мы оба знаем. Я понимаю, что могу показаться расистом. Чёрные парни любят белых женщин. Любят. Уж не знаю, в генах ли дело. Или общество виновата. Можно вечно спорить о природе и воспитании. Но наукой доказано, что чёрные парни не могут насытиться белыми женщинами. Думаю, что и в вашем возрасте нельзя избежать приставаний. Нет, мэм. Этим здоровым чёрным самцам всё равно. Молодая вы или старая. Тощая или толстая. Здоровая или ниже колен у вас два сморщенных огрызка. Им нужна ваша плоть. И не жаждут её. Сказать по правде, я сам частично чёрный. И не будь я женат, я бы прямо сейчас набросился на вас и отделал бы собачьи. Представляю вас там. Совсем одна. В большом доме. Утопая в море чёрных членов. Я беру. Мудрый шаг. Поставьте свою закорючку, где пунктир. Вам туда нельзя. Прошу. Стэн Минтон. Я займусь вами через минутку. Подписывайте. Стэн Минтон, вы арестованы за мошенничество. Всё, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Это недоразумение. Подписывайте. Подписывай, белая язовель. Я позвоню Мэлу. Вы об этом пожалеете. Мадам Форман, вы вынесли вердикт? Сильвер Нитрейд Филмс и Чикаго Энтертеймент Партнерс представляют. Да, Ваша честь. Передайте Бейлифу. Подсудимый, прошу встать. Мадам Форман, каков ваш приговор? Мы, суд присяжных, считаем подсудимого виновным. Что? Спасибо, мадам Форман. Нет, стерва. Умоляю. Тише, тише. Вынесение приговора завтра в 10 утра. Большой Стэн. Какого чёрта? Что это было? Мы проиграли. Нет, не я. Ты адвокат. Ты проиграл. Но мне правда жаль. Чёрт подери. Я богат. Мне нужно правосудие, как у Симпсона. Может быть, дадут условный срок? Нет. В этом штате мошенничество первой степени. Это минимум от трёх до пяти. Придумал. Подкупи судью. Не буду я его подкупать. Подкупи. Брось. Подкупи. Не буду я подкупать. Подкупи, подкупи. Нет, нет, нет. Подкупи, подкупи. Я сказал, такими вещами я не занимаюсь и никогда не буду. Хочешь подкупить судью, пожалуйста. Уверен, любой жулик с улицы с радостью тебе поможет. Люпопер, адвокат. Берусь за всё. Мэл, ты уволен. Мистер Поппер, ваш клиент готов к зачтению приговора? Да, Ваша честь. Вы бы хотели что-нибудь сказать, прежде чем суд вынесет приговор? Ваша честь, мой клиент обвиняется в мошенничестве первой степени, в преступлении, которого он не совершал. Даже будь он виновен, а его клиенты обмануты, разве плохо, что мистер Минтон, как житель Лос-Анджелеса, получил эти деньги, тем самым сохранив их в обществе, а не какие-нибудь цыгане или приезжие мексиканцы, которые, безусловно, лишили бы всех нас с вами этих денег. Так, прошу вас принять это к сведению. Мистер Минтон, вы приговариваетесь к отбыванию заключения сроком не менее трёх лет в государственной исправительной тюрьме в Эрлейн. В таких случаях приговор вступает в силу незамедлительно, однако я откладываю ваше заключение на шесть месяцев, чтобы вы могли реорганизовать ваш благотворительный фонд по обучению отсталых детей музыки. Спасибо, судья. Да, суд окончен. Обучение отсталых детей музыки? Подвернулась платок. Я просил подкупить его. Я подкупил. Сто тысяч в Крюгерандах нынче не котируется. Мы выиграли? Нет. Не понимаю, мы подкупили судью, а я всё равно получил три года. Судья сделал всё, что мог, и у тебя полгода, чтобы привести дела в порядок. Мои дела и так в порядке. Как юрист советую тебе отправиться в отпуск в Бразилию. Бессрачный. Звучит здорово. Я не могу. Эти Крюгеранды были моей последней наличностью. Остальные деньги заморожены в банке. Я не собираюсь бежать и оставлять семь миллионов баксов. Что ж, Стэн, как говорил мой старик, зашёл в раздевалку, готовься увидеть перцы. Что? Это ещё что значит? Это значит, что надувая людей, однажды придётся сесть в тюрьму. Спасибо. Ты меня успокоил. Эй, я продажный юрист. Я знаю, что однажды меня посадят. Но я же не плачу из-за этого, видишь? Стэн, не торопись, ты подавишься. Я должен наесться. Говорят, тюремная жрачка полная отстой. Я рада, что у нас целых полгода, прежде чем ты... Ну, понимаешь? Не то слово. Я мог бы уже быть в тюрьме. Этот Поппер просто гений. Мне будет ужасно одиноко без тебя. Я знаю, милая. Но, думаю, мне разрешат посещение. Я бы мог удовлетворять тебя раз в месяц. Неплохо, а? Конечно, здорово. Но я думала, мы могли бы придумать что-то сейчас, чтобы мне не было одиноко потом. Например. Ну, например. Например, завести малыша. Минди, ты что, рехнулась? Я просто... Меня не будет всего три года. Пять максимум. Куда денешь ребенка, когда вернусь? Отдашь в детский дом? Это жестоко. Но мы могли бы его оставить. Минди, сколько раз мы это обсуждали? Это так эгоистично рожать ребенка на этот свет, где одни страдания, голод и войны. Это эгоистично. Я знаю. К тому же, ребенок испоганит наш образ жизни. Мы не сможем отдохнуть, когда захотим. Они все ломают, плачут все время. У тебя будут морщины. Конечно. Да, морщины. Ужас, не так ли? Давай, издевайся надо мной. О, Минди, брось. Ладно, можешь завести собаку. Тогда я уйду. Еще один стейк, сэр. П contaminал. Параба. Я уйду. Я уйду. Я уйду. Я уйду. Но, мне кажется, обоев. Я ухожу. Коп. Параба. Я ухожу. Я уйду. Я ухожу. Сцепля Ranger. Я ухожу. Минди, это вот так эго. Что будешь? Присни скотча. У нас виски? Плохо, конечно, но сойдёт. У тебя 75 центов. Идёт. Сдачи не надо. О, что ж. Да, ещё. Собственность государственной тюрьмы. У тебя что, проблема? Нет, нет, я... Я хотел спросить. Вы были в тюрьме, да? У тебя проблемы. Нет, я... Я сажусь в тюрьму. Но я раньше там не был. И, может, вы мне расскажете, что к чему. Я дам сто баксов. За разговор? Сколько ты получил? От трёх до пяти. Где? В Эрлейн. В Эрлейн? Хреново, Стэн. Охране на всё плевать. Зыки целыми днями мочат друг друга. Как же я там буду? В смысле, если бы ты меня увидел, ты бы меня замочил? Скорее, изнасиловал. Изнасиловал? Да. Значит, это правда. В тюрьме все становятся геями. Я и так гей. Но насилую я только в тюрьме. Ты гей? Да. Это бар для геев. Ну что, повтори. Мне понравилось. Слушай, изнасилование не от секса. Это акт насилия. А тюремная жизнь сплошное насилие. А тебе судят по тому, как другие тебя боятся. Изнасилование – крайняя стадия унижения. Значит, ты опасный ублюдок. Значит, ты насиловал? Я этим не особо горжусь. Вообще-то, я не оправдываю эту практику. Но иногда следуешь ей, чтобы не отставать от других. Но ты понимаешь, такие, как ты, легкая цель. О, боже. И что же мне теперь делать? Вступай в банду. Ты расист? Да нет. Значит, нацисты отпадают. Есть связи на улице? Нет. Может быть, ты латинос? Вот так. Похоже, тебя все будут иметь. Ладно. Ладно, я могу быть расистом от трёх до пяти. Самым настоящим расистом. Хорошо. Можешь пойти к нацистам. Отлично. И тебя будут иметь только они. Будут иметь нацисты? Ни за что. Что же ещё можно сделать? Может, я могу как-нибудь создать образ чокнутого уголовника? Если замочишь зэка. А без убийства? В твоём случае мало шансов. А наколок у тебя нет? Наколок? Тату. Да, да, да. Я рос без мамы, поэтому... 18 лет сделал тату. Мама, заказывай ковровую дорожку к своей заднице и табличку открыто. Мама, заказывай ковровую дорожку к своей заднице. Добрый день, Стэн. Я принесла тебе сок. Это был дурной сон. Мне всё приснилось. Что именно, детка? Это был ужас. Я должен был сесть в тюрьму, а меня хотели изнасиловать. Но вот я здесь, в своей кровати. Это был лишь дурной сон. Но ты ведь и собираешься в тюрьму, да? А? Тебе ведь в тюрьму через полгода. Нет! Милая, всё хорошо. Могой может произойти за полгода. Что произойдёт, Минди? У моего ануса вырастут зубы. Нет, глупый. Ты найдёшь выход, ты всегда его находишь. Что ты сказала? Ты всегда находишь выход. Точно. Всегда. Моя детка готова завтракать? Минди. Что у меня было в детстве? Ничего. В детстве у меня ничего не было. Отец-алкаш не проявлял ко мне никаких чувств. Летом я работал в кафе мороженое. Ел томатный суп на ужин. Никто ничего мне не давал. По правде, я влачил жалкое существование. Но посмотри на меня теперь. У меня роскошное имение. Я езжу на Ламборджини. У меня летний дом на озере. Домашний кинотеатр от Бэнга и Олфсона. Красавица-жена. И кого я должен благодарить за всё это? Себя. Больше никого. Себя. Я победитель. Я всегда ставлю себе цель. И иду к ней. Поэтому, когда я говорю, что меня хрен кто изнасилует... Меня хрен кто изнасилует! Да! Стероиды. Олимпийская сборная Китая по плаванию. Как проносить вещи в заднице для чайников. Тату-салон «Былая слава». У меня есть пара задумок, но сначала немного странный вопрос. Вы можете наколоть что-нибудь вокруг моего сфинктера, чтобы он стал менее привлекательным? Стери, давай спать. Нет, не сейчас. Минди. Девятнадцать... Двадцать пять. Всё. Видишь, какой рельеф? Какие мышцы? Новая вена. Я вижу сексуального мужчину. Правда? Интересно, что будет дальше. Возьми меня, милый. Минди. Мне скоро в тюрьму. Но не сейчас. И пока я буду там, мной захотят воспользоваться. Давай не будем об этом. Минди, это важно. Я делаю всё, что могу, чтобы этого не допустить. Но если это случится, и меня изнасилуют... Стэн! Пусть первый раз это сделает тот, кого я люблю. Стэн, я не могу. Прошу, Мин. Ради меня. Ну? Ну ладно. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сконцентрируйся. Стэнли, сконцентрируйся. Я не могу, мне скучно. Если тебе скучно, то уходи. О, брось, чё. Мастер чё! Мастер чё. Я хожу сюда уже неделю, а до сих пор ерундой занимаюсь. Когда я научусь, как драться. У меня жёлтый пояс. Никто не боится жёлтого пояса. Что? Думаешь, ты готов к повышению? Да, именно. Ха, ладно. Вот твой шанс. Эй, Сэймур, идём. Ладно. Мне драться с малявкой? Ладно. Стойку! Ладно, Сэймур. Покажи, что умеешь. Полегче. Нет, Стэнли! Что? Получил! Можешь забыть о возмещении. Это всё, что ты умеешь. Слабак. Прикольная у тебя техника. Ты дерьма не сможешь выбить из мешка с дерьмом. А у тебя получится. Вопросы есть. Минди! Ужин почти готов. Минди, прекрасные новости. Стэн, что с тобой случилось? Неважно. Я встретил отличного парня, и представляешь, он будет моим тренером. Правда? А кто он? Мастер. Здравствуйте. Мастер. Он будет жить с нами и учить меня. А я заплачу ему, как только мои счета разморозят. Контракт. Да, сейчас составлю. Мне очень жаль, мастер, но в этом доме не курят. Теперь курят. Я разогрею ещё одну порцию ужина. Милая, ты снова молодец. Ты отлично всё подогрела. Скажите, мастер, откуда вы? Вот. И что вас привело сюда? Наверное, работа? Я там, куда ветер меня гонит. Правда, он супер. И сколько вы преподаете искусство самообороны? Женщина, то, чему я учу, не искусство. Это наука. Тонкое сочетание самых смертоносных элементов каратэ, кунг-фу, винчун, краф-мага, муи-тай, савата и филиппинского кали. Моего любимого. Я нахожу слабости и превращаю их в силу. Жир я превращаю в мускулы. Я нахожу волдыри и превращаю их в автосный стоматит. А сомнения я превращаю в волю. Уберите её. Что убрать? Руку. Ага. Я и забыл про неё. Пойду посру. На здоровье. Стэн, милый, ему обязательно жить здесь? Мастеру? Он меня пугает. Я знаю, меня он тоже пугает. Поэтому он и будет меня учить. Ну, Стэн... Слушай, хочешь, чтобы я выжил в тюрьме? Конечно, хочу. Тогда не спорь со мной об этом. Вот увидишь, ты привыкнешь. Подъём, вставай, тряпка. Какого чёрта ты здесь делаешь? Пора начинать тренировку. Сейчас пять утра. Это печёнка? Это твой завтрак. И чем дольше будешь тянуть, тем больше живительных соков я выдавлю из неё. А они тебе ещё пригодятся. Ладно, я встал. Но готов ли ты? Смотри, что я нашёл у вашей кровати. Это слабость. Это пораженчество. Вообще-то нам это понравилось. Ешь. И иди за мной. Рукой. Теперь ногой. Пей со всей силой. Я смешала ту гадость, что вы просили. Купила её в корейском квартале. Надо же здесь есть корейский квартал. Слишком много яиц. Рыбьего жира хватит. И бычьей поджелудочной железы. В следующий раз не жалей языка. Она тоже так говорит. Стэн. Я в порядке. Иди от него, женщина. Всё хорошо. Встань и пей свой обед. А ничего повкуснее вы найти не могли? Любишь хот-доги. Ещё бы. Не выпьешь это. Парни в тюрьме накормят тебя кучей хот-догов. Я так быстро дам тебе пинка, что ты даже не почувствуешь. Да неужели? Ты что, не дал мне пинка? Я не почувствовал. Ау! 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 Воль, это интерпретация. Я беру тайм-аут. Вы уже час бьёте моего мужа горящей палкой. Может, вместо этого вы придумаете какое-нибудь ролевое упражнение? Уйди, милая. Это мужские дела. Давайте, мастер. Ау! 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 Не хочу вас обидеть. Я понимаю, это укрепляет мои соски. Поверьте, это ужасно больно. Один вопрос. Насколько важно иметь сильные соски? Однажды эти соски... Ааа! ...могут спасти тебе жизнь. Ааа! Ты то, что ты ешь. Вы уверены, что это восточный мистицизм? Просто нас учили этому ещё в третьем классе. Молчи, женщина. Я имею в виду, вся эта боль и иллюзия, это всё выглядит очень загадочно. Но ты то, что ты ешь, это даже я знаю, а я из Омахи. Какой часть Омахи? Данди. Счастливая лощина. Вы из фермы? Мог бы и догадаться. Эти детские девчачьи бёдра явно не могут быть с этого распутного побережья. Ничего, что я тут скорпиона ем. Дерзкий глупец. Ты потерял право есть скорпиона. Супер, пообедал. Спасибо, милая. Стэн, так не пойдёт. Но мастер сказал... Мастер кретин. Да. И он псих. Весь дом провонял. Что, обязательно курить в каждой комнате? И наедине мы остаёмся только в постели. И ты всегда слишком устаёшь. Эй, у меня пять месяцев, и за решётку нужна концентрация. Я должен думать, есть, дышать тюрьмой. Но другой у меня нет времени. И что, даже на меня? Знаешь что, когда мы закончим с мастером, я возьму пару фильмов, и мы разляжемся перед телеком, как раньше. Идёт? Правда? Минди! Какие-то люди в доме! Что? Они сейчас изнасилуют тебя! Что? Бугаи! Они хотят поиметь тебя! По очереди! А где мастер? У них оружие! Они убили его! Мы пропали! Тебя изнасилуют! О, Боже! Изнасилуют! О, Боже! Изнасилуют! Изнасилуют! Ого! Видишь, каково мне? Что? Страх изнасилования. Вот с чем мне придётся жить три года! Так значит, никто не врывался в дом? Разумеется! Но теперь, надеюсь, ты с пониманием отнесёшься к тому, что меня ждёт в ближайшее время. Ах ты, сукин сын! Да, ты расстроена! Ах ты, сукин сын! Не надо выражаться! Ах ты, сукин сын! Ау, Минди! Минди! Сволочь! 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 Светина! Минди! Минди! Минди, что ты делаешь? А ты как думаешь? Я ухожу от тебя! Из-за дурацкого розыгрыша! Да ты когда успокоишься, я уверен, что ты поймёшь! Дело не в дурацком розыгрыше, а во всём! Ты только о себе и думаешь! Ты самый эгоистичный человек в своём роду! Самый! Оу, прости, эгоистичный? Просто смешно, честное слово! Я давал тебе всё, чего ты только хотела! Смеёшься? Я дал тебе этот дом! Он на твоё имя! Я сделал тебе сиськи! Ты сам захотел! Ты сказала, что Ламборджини маленькая, и я купил вторую машину! Подумаешь? Порше Спитстер, 55-го года! С задним сиденьем! Минди, чего ты хочешь, я всё сделаю! Я же говорила, хочу ребёнка, кретин! Опять? Ладно, хорошо, будет тебе чёртов ребёнок! Правда? Не совсем, но мы будем ходить к людям, у кого есть дети! Прощай! Давай, уезжай! Ты мне не нужна! Мне никто не нужен! Минутку! Да! Я у меня детей руёл! Ещё! Минди уехала! Да! 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 О, Боже! Да! Ещё! Да! Теперь начнётся настоящая подготовка! Мне некогда учить тебя всем пяти пальцам смерти! У нас есть время лишь на один! Выбирай! Ладно! Стой! Этот! Держи! Теперь ты! КОНЕЦ КУЛИНАРИЯ Не смотри на то, что ты делаешь. Чувствуй. 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 Почувствуй. Больно. Ты должен научиться чувствовать врага. Знать его намерения. Если он на расстоянии, ты должен приблизиться. Я стал слишком близко. Отогнать его на расстоянии. А если твой враг и близко, и на расстоянии одновременно? Тогда закрой глаза, пошире открой рот и смотри не обослись. А это что? Это я подобрал в Шаолинском монастыре. А для чего они? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Играет музыка. 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 Миссисипи-5, Миссисипи-6, Миссисипи-7, Миссисипи-8, Миссисипи-9. Боже, потрясающе! Это что, видел бы ты его? Для меня это пустяки. Сигареты настолько нарушили мое кровообращение, что я даже не чувствую своих рук. Так вот в чем фокус. Угу. Выпьем за Стэна Минтона. Моего второго лучшего ученика. Второго лучшего? А кто первый? Надеюсь, ты никогда этого не узнаешь. Он использовал то, чему я его научил, не для защиты, а для злых дел. А? К черту его! За номер два. Бедно. У Стэна остался последний тест. Сегодня. Вот как. Ладно. Как скажешь. Школа карате Мастера Чо. Добро пожаловать. Привет, Чо. Забыл. Для тебя Мастер Чо. Мастер Чо. Или Мастер Баттер Чо. Я не понял. Все ты понял, урод. Ты что, напрашиваешься, мистер? А ты что, так и будешь дрочить? Ну все. Мастер Чо. Очень хорошо, Стэн. Ты не проводишь меня до машины? Хорошо. Мне здесь как-то не по себе. По-моему, азиаты меня не любят. Ну вот, осталось подняться по лестнице, и срок начнет капать. Кстати, планы немного изменились. Вчера звонили из тюремного бюро. Тебя отправляют в Оксбург, а не Верлэйн. Почему? Кто знает. Бюрократия. Это уже не важно. Давай. Ты справишься. А Минди или ее адвокат звонили насчет развода? Хотя мне все равно. Ладно. Увидимся через три года. Ну, что думаете? Что лучше тебе бежать отсюда. Убийца мамы. Первый раз здесь. Эй, дед, у тебя есть имя? Еще раз со мной заговоришь, соски откручу. Чувак, мне тоже страшно, но там вряд ли так страшно, как говорят. Там страшнее, чем говорят. И чем раньше вы это поймете, тем лучше. Скажи им. Ты тоже узнаешь. И очень скоро. Я что тебе сказал? Черт подери. Государственная исправительная тюрьма, Оксбург. Добро пожаловать в Оксбург. По причинам, на которые мне откровенно наплевать, вы, господа, оказались под моим надзором. Я начальник тюрьмы Фрэнсис Гэскуи, но можете звать меня босс. Здесь, в Оксбурге, есть лишь одно правило. Не связывайся с боссом. То есть вы не докучаете мне и не докучаете моим людям. Что вы, скоты, делаете друг с другом, это ваше дело. Прямо за вами находится мой сад. Кого поймают писающим там? Лишится своего члена. Сержант Буллок отведет вас в медпункт, где вас разденут и досмотрит все ваши щели. Уверен, вам понравится. Так, господа, колонну по одному. Давайте живо носом в затылок. Так, хорошенько нагнитесь. Какого черта ты визжишь, как гребанная девчонка? Сержант, там... Господи Иисусе. Как будто чужой смотрит прямо в душу. Добро пожаловать! Ваше новое жилье, любезно предоставленное штатом. Живее, мальчики! Здорово, приятель. Да, похоже, мы сокамерники. Меня зовут Ларри. Ну, можешь звать меня Карлик. Карлик? Ты на моей койке. Что? Это моя койка. Проваливай. Хо-хо-хо-хо! Нет-нет, погоди минутку. Это моя койка. Кто дал тебе право... Я сказал, это моя койка. Да, пожалуй. Пой. Лучше смени простынку. Я вроде как импульсивный мастурбатор. Это твоя койка. Правда? Конечно, конечно. Спасибо, дружище. Думаю, мы с тобой отлично поладим. Эй, дай пять. Я не жму руки. Ну, как скажешь. Ай-яй-яй-яй. Ай, как же тут хорошо дрочится. Скажи мне, Карлик, кто здесь самый крутой? Кто главный дрочун в блоке? Главный дрочун? Тут много таких. Вон Клеон. Он главарь королей алмазов. Это банда черных. Однажды он кулаками забил зэка насмерть. Хороший ригас. Или Хуанита. Он главарь мексиканской банды. Крутой чел. Эй, ни в коем случае не подходи вон к тем парням. Чтобы выразить свое «я» и различить... Это саентологи. Да, они ж слабаки. Ага. Они тебе весь мозг вынесут и оставят без гроша. Отделите страх. И еще. Есть, вон, нацисты. Крутых у них нет, но они никогда не дерутся по одному. Они всегда нападают толпой. Их главарь Петерсон – настоящая мразь. Его дядя – глава арийской нации. Ты не так меня понял, карлик. Кто самый опасный сексуальный хищник в блоке? Ух, ну, это просто... Бугай Реймонд. Совершенно ненасытный. Псих. Другие черные с ним не связываются, но если придется драться, они будут за него. Бугай Реймонд, значит. Можно одолжить? Да. Спасибо. Стэн, Стэн, подожди, ты куда? А ты думал сигареты на халяву? Так, что ли? Я заплачу, просто у меня нет денег. Думаешь, мне нужны деньги? Извини. Отвали, урод. Тобой я позже займусь. Ты обозвал меня уродом? Да, и что? Эй, народ, все слышали? Бугай Реймонд просто так назвал меня уродом. Разве так можно? Я же не называл его жердяем. Я же не говорил, что собачье дерьмо красивее его. Я же не говорил, что у его мамаши между ног воняет яичным салатом. Хоть это и правда. Ай! Ха-ха-ха! Да! Ва! Уху! Да! Ну и кто теперь урод? Урод! А, братан, так и делать ниггера, дай пять. При мне так не выражайся. Это мерзкий расизм. Клёвая шутка. Ну ладно, братан, слушай меня. Мы хотим, чтобы ты был с нами, потому что эти ниггеры, они... Я сказал, при мне не выражаться. Пустите меня! Замочим его! Я сам, я сам, сам! Не лезьте в своё дело, Клёван. Да брось. Только не говори, что вступишься за этого жирного придурка. А ты видел цвет кожи этого жирного придурка? Эй, опять за старое. Вы что, Дискавери не смотрите? А, парни? Они провели тест на ДНК. Мы все из Африки. Это доказанный факт. Внутри я такой же, как и вы, ниггер. Взять его! Ублюдок! Взять его! Дверь! Подожди, посмотрим, что будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА